Товарищи, сегодня лекцию на очень актуальную тема. Товарищи, сегодня лекцию на очень актуальную тема. Мы с помощью интернета сегодня общаемся с широкой аудиторией, гораздо больше. Поэтому, вот у нас все было сформулировано как коммунистический интернационал и актуальные вопросы борьбы с фашизмом. Значит, подчеркнем, что актуальность вот этой темы, она нами уже с вами признана. Мы с вами уже, помните, проводили занятия и по самому определению фашизма. Тема была вульгарная и научное понимание вот этого явления. И, значит, рассматривали вопросы, ленинские принципы формирования коминтерной работы. Коминтерная. То есть, разбирали вопросы оппортунизма, вопросы, которые, значит, привели к мировой войне первой. Соответственно, кто как себя вел в этом деле. Поэтому, вот с точки зрения актуальности, сегодняшние события, особенно на Украине, они говорят, что А. Надо изучать теорию. В. Надо уметь прикладывать карту к дороге. То есть, исходя из теории, делать правильные выводы. И вырабатывать, значит, соответствующие рецепты для тактики борьбы. Как, куда, что. Особенно нас, с одной стороны, тревожит, а с другой стороны, повышает актуальность этого вопроса те события, которые на Украине. Можно сказать, в нашей стране. Потому что все, мы, ну, большинство, в крайней мере, значит, воспринимаем территории наших людей, которые, значит, из Советского Союза, как свои родные. До пса, там, знакомых, а то и родственников, там, братьев, тёщ, там, и так далее. Пока дело было где-то далеко, в Ливии, это одно дело. В Сирии, вроде уже ближе, но. А тут вот, у нас, пожалуйста. Значит, докладываю вам, что сейчас, вот в этот момент, группа наших товарищей, секретарей Центрального комитета, в том числе Степан Сергеевич Маленцов, значит, находятся непосредственно в Луганской и Донецкой народных республиках, так, и изучают ситуацию, ведут переговоры, договариваются, значит, в совместных действиях, конкретной помощи. И в субботу мы уже встречаемся в Москве, значит, поделимся соображениями. Я думаю, что, значит, может быть, мы договоримся с руководством нашего университета, и следующее занятие, может быть, есть смысл посмотреть там с тематикой и послушать. То есть, товарищи, ну, это интересно, живые впечатления, как, чего, значит, что там происходит, какие новости. Тем более, что там ситуация сложная, не только с точки зрения борьбы с фашизмом, а сложная и внутриполитическая. Потому что новая, хотя и народная власть по названию, она все-таки тоже буржуазная, она назначила выборы. Эти выборы идут, в общем-то, под сильным влиянием российских буржуазных властей. Понятно, что хотят сформировать такое управление, которое было бы выгодно, с одной стороны, российскому капиталу, с другой стороны, обрело бы определенную легитимность. Так, и поэтому целый ряд действительно сил, которые антифашистские сил социалистического сопротивления, их стараются от выборов отсечь. Так, например, вот те товарищи, с которыми мы непосредственно держим связь, рабочий фронт Кузбасса, Донбасса, так, и подразделения рабочего фронта Украины, зарегистрировали, зарегистрировали, а до выборов не допускаются. Это я все к тому, что актуальность вот теоретического разбора ситуации и так далее, она несомненна. Поэтому давайте продолжим эту тему и будем отталкиваться от уже пройденного нами материала и, так сказать, сделанных выводов. Вот мы с вами, значит, на прошлых занятиях сказали, что несомненно, в понимании фашизма мы опираемся на научный подход и на ту формулировку определения, которую вывел Коминтерн. Больше всего к этому приложил руку Димитров, поэтому и в историю оно вошло, как Димитровское определение фашизма. И звучит оно так, что фашизм у власти – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных элементов, финансового капитала, наиболее империалистических элементов. Ну и дальше она раскрывается, что это, значит, особая форма диктата буржуазии, что это не власть Люббинов и всяких мелкобуржуазных элементов, как пробуют представить, а это власть самого финансового капитала. И главный его признак – это открытая террористическая диктатура. Значит, нам с вами вроде бы все понятно, да? И вот исходя из этой формулировки мы уже анализировали те или иные ситуации, рассказывали, как, значит, разные политические силы расходятся в оценках событий на той же Украине. Причем силы не просто, скажем, мы и какие-то либералы, там, митингующие на Болотном или где-то, здесь более-менее понятно. Хотя и те кричат, что они тоже антифашисты. На самом деле все не так, кричать мало. Но расходятся в своих оценках и силы, которые называют себя левыми, да, социалистически направленными. И даже те силы, которые, значит, в своих названиях зачастую имеют слово «коммунизм». Вот почему так получается? В чем же дело? Вот прежде всего, так же, как и в предыдущие наши с вами подходы, нам есть смысл отталкиваться от определения. И вот наш, как бы сказать, разговор с другими партиями, движениями, а надо сказать, что мы последовательно эту тему разрабатываем. Разрабатывают ее, значит, наши ученые-товарищи от фонда рабочей академии, начал еще покойный, значит, Борис Лаврентьевич Фетисов, так. Значит, РКРБ разрабатывает, и мы последовательно, значит, готовим материалы и выступаем с этой темой, значит, с этим анализом. В чем выступали, ну, в нашей печати, народная правда, трудовая Россия. Выступали на международной встрече коммунистических рабочих партий в Лиссабоне. Выступали на теоретическом семинаре партий в Брюсселе в 2013 году. Выступали в этом году, значит, вот, 1 октября была встреча европейских коммунистических партий в Брюсселе, опять, в здании Европарламента. С докладом выступал товарищ Ферберов, значит, секретарь по идеологии ЦК. И 12 ноября несколько дней предстоит встреча очередная коммунистических рабочих партий в Эквадоре, в которой мы будем принимать участие, и, наверное, буду я выступать там. Мы тоже будем эту тему прокачивать, показывать, обмениваться аргументами и так далее. И вот во всей этой работе, казалось бы, то, что мы уже вроде признали, прошли, значит, понятно, что так оно и есть, что вот, исходя из Димитровского определения, получается, что сегодня, значит, такое явление, как фашизм, не то, что не ежида, но поднимает голову, расцветает, так, и, значит, исходя из этого определения, можно и нужно вырабатывать совместные формы борьбы. Оказывается, нет, не все партии, в том числе называющие себя коммунистическими, даже относящиеся, как бы, к ортодоксальному коммунистическому крылу, так они, по крайней мере, сами считают, не все принимают это определение. Кто-то не понимает, а кто-то и не принимает. Понимаете? И вот это явление, конечно, оно, как бы сказать, не только интересное, оно для нас представляет практически интерес, представляет фронт борьбы. И вот сегодня мы на эту тему побеседуем, ну, как бы, в режиме обмена аргументами. Вот что товарищи говорят, что мы отвечаем, как мы видим ситуацию, кто прав, какие выводы из этого можно делать тогда. Ну, вот первое, казалось бы, значит, если кто-то не принимает из тех, кто себя считает коммунистом, да, я не говорю про либералов наших, там, начиная с Ходорковского и Прохорова и прочих, вот коммунисты, вот кто-то не принимает определение комментированное. Ну, закономерен вопрос, слушай, а в чем дело? Если оно ошибочное, это определение, ну, неправильно, так сказать, было выведено когда-то, так ты скажи об этом прямо, что оно ошибочное, и дальше перечисли, раз, два, там, в чем дело? Нет, вот этого не происходит, понимаешь? Значит, поэтому этот вариант разбирать не будем, тем более, сами-то мы уверены в его правильности, не только правильности, научной обоснованности, то есть объективно отражающей существующую реальность. Второй момент, ну, может быть, ситуация изменилась в мире настолько, да, сейчас, что, значит, само явление трансформировалось и предстает в каком-то, так сказать, ином виде, что нужно снова браться за перо и выводить, как чего определяем. Однако, значит, все мы, я имею в виду мировое, что ли, сообщество коммунистических партий, на предыдущих встречах, не на одной, на нескольких, когда разбирались ситуацию, в том числе кризис, значит, последних лет, вот начавшийся в 2008 году, все пришли к выводу, который отражен в документах, что ничего принципиально нового мы не наблюдаем, что сегодняшняя мировая империалистическая система и тот кризис, который продолжается, так, он замечательно и точно описан ленинской теорией империализма, так, и та формула, которая выведена Ильичом, что империализм – это война, причины кроются внутренние, так и в природе империализма, в тех противоречиях, которые действуют, они сегодня налицо, то есть, с этой точки зрения ситуация кардинальным образом не изменилась, там есть развитие, есть детали, есть особенности, но, поэтому говорить о том, что определение такого явления, отвратительного явления, как фашизм утратило значение или требует значительного обновления, не приходится, вот с нашей точки зрения, да, и мы говорим, что мы в своем анализе на него опираемся, и тем не менее, значит, тут целый ряд товарищей все-таки, ну, проявляют неуверенность, такую непрямую, но и пытаются, значит, каким-то образом поставить под сомнение правомерность использования нашего подхода, нашего определения, и что они при этом, значит, спрашивают, какие вопросы задают или аргументы выдвигают. Значит, вот, наиболее, может быть, интересным, не буду я называть там конкретные фамилии партии, потому что дискуссия у нас пока еще продолжается, и мы, так сказать, с благодарностью в том числе относимся к критике, которая высказывается, потому что она помогает свои аргументы отточить, вперед продвинуться. Ну, вот товарищи, хорошие товарищи, причем подчеркиваю, говорят, послушай, вот определение седьмого Коминтерна, которое Димитров так выдал, это был тридцать пятый год, так? Оно ведь далеко не первое, было еще определение в двадцать втором году четвертого Конгресса, потом была программа, касающаяся этого вопроса в двадцать втором году, было определение тридцатого года, а вот, мол, на седьмом Конгрессе, когда Димитров давал это определение, и он, там, в основном, говорят, они исходили из того, что вот уже, так сказать, расстановка сил была ясна, и они этим определением хотели, как бы сказать, ну, расширить те трещины, вот, противоречия, которые была между, значит, Димитровской Германией и ее союзниками с одной стороны, и Соединенными Штатами и Англией с другой стороны, поэтому не совсем правомерно использовать вот это определение, так сказать, именно тридцать пятого года, потому что были и предыдущие, ну, они такие, ну, вот на что мы им отвечаем, слушайте, товарищи, определение тридцать пятого года, оно выведено из предыдущих, и оно сделано в тот момент, когда вот это явление получило наибольшее раскрытие, вот в расцвете сил, так сказать, был этот фашизм, он еще развивался, расширялся, пух, так сказать, набирался агрессивности, веса, мощи набирался, да, он только еще двигался вперед, и поэтому, как раз, в этот момент и дают определение явлением, не говоря уже о том, что, значит, последующие события и последующие анализы, они только подтвердили его правильность. Вот это первое. Второе, что бы хотелось отметить и так далее, что ведь из самого определения дальше вытекает тактика борьбы, ведь тот же Коминтер, он не просто, так сказать, вот формулу вывели, записали и дальше, значит, в этом является, как бы, сила марксизма, творческое его звено, что, исходя из конкретной ситуации, вырабатываются конкретные рецепты, тактика, стратегия борьбы, как вестись, а что делать. И в этом плане, вот, тактика Коминтер, стратегия даже Коминтер, она заключалась в том, что против такого явления, как фашизм, нужно организовывать борьбу фронтом, да, была тактика народных фронтов, был разработан вопрос возможности союзов с буржуазно-демократическими силами, то есть буржуазии другой, для того, чтобы направить их на борьбу с фашизмом. И те союзники Советского Союза, которые во Второй мировой войне образовали антигитлеровскую коалицию, ну, прежде всего, США и Англия, так, значит, которых Сталин буквально заставил биться с братьями империалистами в лице немецкой Германии, немецкого фашизма, они только подтверждают правильность вот этой тактики борьбы и прочее, прочее. Ну, а дальше эта тактика заворачивалась на возможности образования широких народных фронтов с участием различных сил, с определенными условиями, на которых эти народные рабочие фронты, значит, организовывались. И более того, разработка Коммертнерна доходила до возможности формирования правительств народных фронтов, да, и участия коммунистов, вот здесь прошу заметить, в таких правительствах. И вот здесь, немного перекидываясь снова мостик нашей современности, и рассматриваем наши взаимоотношения с целым рядом, значит, наших товарищей, союзников, и мы можем слышать крики, значит, не туда, караул, измена, так сказать, и прочее, прочее. Вот где такие моменты встречаются? Ну, первый момент, это, скажем, наши друзья-леваки. Это относится к РСД, это Российское Социалистическое Движение, да, целая группа друзей-анархистов, которые себя считают революционными элементами, и так далее. Значит, которые кричат, что да, там на Украине творятся нехорошие дела, но вмешательство России, то бишь помощи воюющему Юго-Востоку, это тоже империалистическая агрессия, мы не можем оказывать никакой помощи им. А вхождение Крыма сейчас в Россию, это аннексия, то есть захват, грубо говоря, империалистическая политика, поэтому тем более позор тем, кто, так сказать, это дело позволяет одобрять, или допускать, или не бросать в соответствующий камень и прочее, прочее. Вот разница позиций, и ладно, надо сказать, ну, среди наших ближайших союзников, может быть, разброс не такой большой, а ведь в так называемой Объединенной Коммунистической Партии, которая, ну, вот совсем недавно, осколок от КПРФ организуется и вовлекает в себя всякие разные элементы, у них эта линия раздела прошла по самой партии, там вот эту ливанскую позицию никакой поддержки Путину и, так сказать, никакого там вмешательства в дела сражающего Юго-Востока заняли целая группа элементов, которые выходцы вот из троцкистующей такой революционной рабочей партии, значит, наша группа ленинградских элементов, вместе с нашими вот товарищами Ирина Камоловой, там, молодежное крыло, значит, этой организации МОК в митинг проводили и прочее, прочее. Поэтому это такой вот вопрос, а мы говорим, что, ребята, вот это как раз не марксизм. Марксизм в том, чтобы бить врага наиболее отвратительное проявление всеми силами, которые удается к этому привлечь. Это искусство марксизма, чтобы постараться заставить, можно там другие всякие аппетиты приводить, заставить буржуазную демократию участвовать в подавлении фашизма, который идет. Поэтому наша задача вот в этой ситуации заставить российское правительство, заставить того же Путина не просто оказывать помощь, не просто на словах чего-то там говорить, заставить и материально поддержать, а еще лучше заставить говорить правду, заставить называть вещи своими словами. Потому что Путин ведь тоже недоговаривает, да, вот там, альцамы, конечно, плохо, да, конечно, там переворот эти, а сказать, что зерно-то кроется на самом деле в империализме Соединенных Штатов и ЕС, что настоящие агрессоры там сидят, что там Кащеево яйцо, которое позволяет этим бандеровцам и прочей сволочи, так сказать, поднимать хвост и голову, вот на это у них духа не хватает и не пойдет по этим делам. Вот это, значит, разный подход и разное понимание вытекает как раз из определения фашизма, которое мы с вами здесь разбирали и говорили. Здесь уместно разобрать, вот, опять же, ну, более конкретный пример. Эти же наши леваки, так их пока будем называть, да, они, особенно активно в интернете, когда смотришь вот эту полемику, переписку, то и одна сторона, и другая, они всегда пробуют уповать на опыт предшественников, в том числе на Ленина, все ссылаются, да, и говорят, слушай, но ведь желал же Владимир Ильич Ленин и вообще настоящие коммунисты тех времен поражение своим правительством в этой империалистической войне. Желал? Желал. Поэтому давайте-ка и мы сейчас пожелаем поражения Путину и России в том противостоянии, которое идет вот с Объединенной Европой, Соединенными Штатами, вот в этой самой бальдяги, в этом, ну, катаклизме, конфликте, который идет. Ну, некоторые, так сказать, не шибко грамотные люди, но честные, они, когда услышат, что Ленин желал поражения, давай мы сразу пожелаем поражения. Но здесь ведь важно понимать конкретную ситуацию, и при всей вроде бы схожести процессов, и там империалистическая война, и здесь империалистическая, понимать направление, так сказать, развития, тенденции развития, что ситуация может быть схожая, но в одном случае рассвет, а в другом случае закат. Так вот, в случае, когда Владимир Ильич и большевики заняли соответствующую позицию, так, речь шла, что это пожелание поражения своему правительству, оно, значит, имело направленность и вектор, желаемый вектор направления развития событий, к мировой революции, так? А сегодня пожелание того, чтобы Россия, ну, с той позиции сдерживания, скажем, этой агрессии, которая идет, потерпела поражение и прекратила свою помощь, вмешательство, как угодно называть, это вектор на то, чтобы установилось мировое господство, которое как раз тех сил, которые олицетворяют и несут на себе фашизм. Совсем разные, так сказать, направления, совсем разные вещи. Другой вопрос, что при занятой нами позиции, когда мы говорим, что нужно помогать, возможно помогать, и к Крыму, с Крымом правильно, так сказать, поступили. При этом мы не должны на этом останавливаться и хлопать в ладоши, ура, Путин, как делают наши друзья-патриоты, во многом КПРФ, еще лучше делают, называются коммунистами России, там есть такое звено, вот мы должны проводить работу и говорить, что ребят, украинские товарищи, при этом российские власовцы, они не лучше бандеровцев. Российский империализм несет такую же ответственность за те события, которые сегодня разворачиваются, как то и, так сказать, американские, и украинские, и прочее, прочее. И по-настоящему борьбу надо разворачивать вместе против капитализма, ну и социализм, да? Вот в этом наше различие, на этом конкретном примере разберем. Еще один конкретный вопрос, вот по тактике, значит, который вытекает из определения, из решений Коминтерна тех времен. Значит, я уже сказал, что Седьмой Конгресс тогда в разработке тактики, значит, высказался за возможность формирования широких фронтов, да? И даже довел это предложение до возможности формирования правительств, соответствующих народных фронтов и участия коммунистов в них. Но при этом, значит, оговорил ряд условий, когда это можно, при каких условиях это можно, да? И до каких границ это допустимо и как. И вот посмотрите, как интересно и очень точно описывает эту ситуацию, что Коминтерн не ставит единственных действий никаких условий за исключением одного элементарного и для всех рабочих приемлемого, а именно, чтобы единство действий было направлено против фашизма, против наступления капитала, против угрозы войны. И далее продолжает, когда рассматривает вопрос о возможности создания правительства, что это возможно когда в стране налицо политический кризис, а буржуазия деорганизована и парализована в такой степени, что не может помешать созданию такого народного правительства, когда трудящиеся массы активно выступают против фашизма и реакции, но еще не готовы к борьбе за диктатуру пролетариата, когда рядовые члены социал-демократических партий активно выступают вместе с коммунистами против фашизма, а также против враждебного коммунизма правого крыла социал-демократии, и так далее. То есть таким образом правительство Народного фронта рассматривалось как возможное для борьбы с наступающей реакцией, для борьбы с фашизмом. Это была революционная тактика в такой ситуации. И давайте посмотрим, какое отличие, когда речь идет не о борьбе с фашизмом, не о борьбе с наступающей реакцией, а когда в момент кризиса системы капитализма, как у нас было в 1998 году, раздается лозунг «Давайте организуем правительство народного доверия для спасения страны от кризиса». Разница налицо, потому что во втором случае это лозунг контрреволюционный, это лозунг спасения системы, спасения капитализма. это разница между революционной тактикой, настоящей большевистской тактикой, и разница между оппортунистической тактикой, которая на сегодняшний день олицетворяется. Ну, в России это лозунг у нас КПРФ и Геннадия Андреевича Зюганова, значит, правительство для спасения положения. Есть еще примеры, когда в сложных ситуациях возникает разница в этих пониманиях. Например, сегодняшняя ситуация в Сирии. В Сирии есть компартия Сирии, с которой мы поддерживаем отношения, которая входит в национальный фронт спасения и входит в правительство, ну, имея посты министра без профиля. И вот от некоторых партий раздаются значит слова, ну, как же так, они потеряли свою революционность, они сегодня входят в буржуазные фронты, в буржуазное правительство. Мы говорим, стоп, уважаемые товарищи. Они в каких условиях входят? Они входят в условиях, когда идет прямая империалистическая агрессия в страну. Они входят в условиях, когда отстаивает свой суверенитет страна. И поэтому это вхождение вполне допустимо. А свою революционную линию они продолжают, борясь внутри этого же фронта, внутри буржуазного правительства с такими же, как у нас либералами, которые гнут в сторону либерализации сирийской экономики, которые во многом привели к сегодняшнему положению, имея в виду, создавая внутреннюю вот эту реакцию, которая участвует в этих позициях. Вот те, так сказать, ситуации, которые мы с вами можем наблюдать. Опять же, отталкиваясь вот от такого важнейшего теоретического вопроса, как определение фашизма и понимание анализа коминтерна, разбора коминтерна его рецептов. Значит, теперь еще одно, еще один, что ли, факт, это для аргументации, для разбора ситуации по правительству народного доверия чего-то. Аналогичную критику испытывает, например, Компартия Греции. Значит, вы знаете, что у них несколько выборов, в том числе досрочных выборов в парламент проходило, Компартия значит, один раз очень сильно снизила свои показатели, потом снова выправилась и главным аргументом, который направлен против Компартии Греции со стороны Сиризы и ее союзников, а Сириза это откол в свое время от Компартии Горбачевского куска, который затем обрастал всякими разными этими самыми прибавками, ну, как их наводится, так, и которые называют себя левыми, радикально левыми, входят в европейскую левую партию, и вот их критика, что вы не хотите входить в правительство для спасения ситуации, вы не хотите значит, приложить усилия для вывода Греции из этого ужасного состояния, вы только ограничивайтесь критикой, дальше идут знакомые слова, что вам чем хуже, тем лучше, и прочее, прочее, однако Компартия Греции принципиально стоит на позициях и говорит, что ребята в этих рамках и в этой системе вы ничего не измените, только будете спасать буржуазию с одной стороны, а с другой стороны обманывать народ, удерживая его от борьбы, значит, Компартия Греции готова, так сказать, отвечать за вывод страны из кризиса, но, значит, давайте, так сказать, читайте дальше программу, и национализация, социализм, правительство действительно народное, из трудящихся, и так далее, и тому подобное, обманывать мы народ не будем участвовать вместе с вами, но это, так сказать, вот, чуть шире аргументы, теперь еще, вот, я хотел вместе разобрать одну ситуацию, значит, которую мы хотим отразить, значит, в статье, которая сейчас уже сдана в журнал Коммунистический обзор, значит, наверное, мы его в скором времени опубликуем, полностью на сайт, и так далее, оно касается еще одного аргумента, который, ну, как бы сказать, более серьезен и более опасен по отношению к обработке, так сказать, мозгов некоторых не совсем уверенных товарищей и прочим. В чем он, значит, заключается, этот аргумент? Аргумент заключается вот в чем, говорит, что тактика народных фронтов, которую Коминтерн разработал, и так далее, она своей практикой, мол, не оправдала это дело. Они, значит, даже наоборот, она со временем показала свою ошибочность. А почему? А вот посмотрите, вот эти широкие фронты, они, значит, внушили иллюзию возможности конструктивного союза с демократической частью, буржуазии. Дальше перекидывают мостик, что коммунисты теряют революционность. Дальше, после того, как фашизм уже был задавлен, они, значит, продолжали сотрудничать, входить в правительство и заключать различные блоки союза, и в конце концов это вылилось в классический оппортунизм и еврокоммунизм и к перерождению партии, которые сегодня вон по всей Западной Европе разбросаны и присутствуют. Мы с вами разбирали, помните, классические примеры, партия, название коммунистическое, от серпа и молота отказались, как устаревшие. Франция, славная компартия, с фашизмом воевали, будь здоров, партия, которая таких героев преподнесла, нам сегодня сексуальное меньшинство защищает и считает даже итальянская компартия. Ну и там мы пошли и поехали. Вот такой вывод. Понимаешь? И причем это серьезные люди и говорят, что поэтому здесь и вот мы говорим стоп, погодите, если так подходить, так это знаешь, что самое. Во-первых, оппортунизм был еще и документарно, да? И до третьего, до его этих выводов. И этот оппортунизм разбирали и Владимир Ильич, и большевики, именно исходя из этого оппортунизма, из этого явления, которое не только часть движения, а все движение практически захватило тогда, во времена первой империалистической войны, и пошли на создание третьего коммунистического интернационала. Поэтому говорить, что оппортунизм, который потом куда-то увел, это не совсем правильно, так нельзя. Так можно вообще, конечно, я в Диабургской революции зря совершил, потому что потом, в 91-м году, вот эта перестройка, крафик, так нет, поэтому тут погодите, смотреть надо будет. Но это все-таки не самое, это уж так, чисто логические задачки, а важнее показать другое, что уважаемые друзья, значит, отдельный вопрос, это, скажем, вопрос Роскопска Коминтерна, который там следует исследовать отдельно и разбирать, мы готовы и нужны и так далее, но пока налицо другой факт, что главный вообще, главным итогом деятельности Коминтерна является не еврокоммунизм, который там где-то главным итогом его деятельности является разгром фашизма в 1945 году, вот, главным противником фашизма был Коминтерн и Советский Союз, потому что если определение Коминтерна, которое мы часто разбираем и спорим дано в 1935 году, то в 1936 году был образован антикоминтерновский пакт, правильно, антикоминтерновский пакт, Сначала из Германии и Италии, затем в 1937 году присоединился значит до только сначала вот это самое мне подсказывает Япония была, затем Италия, а затем Венгрия, а затем Маньчжурия, которая называлась Маньчжоу-Гоу, затем Испания с Франко, а потом уже в 1945 году присоединялись Финляндия, Румыния, Болгария, Хорватия, в 1945 они уже не могли Стоп, это я говорил в 1941 и он был продлен на 5 лет антикоминтерновский пакт еще раз так то есть история показывает что главным противником фашизма был коммунизм и наоборот главной силой которая настоящее сопротивление из себя представляла фашизму являлся комминтерн и соответственно так сказать и идеология и практика и организация и советского во главе с Советским Союзом поэтому главный итог деятельности комминтерного с этой стороны еще раз повторимся не какие-то последствия которые были когда фортунизм перерождение еще куда-то победа над фашизмом ну рассказывать или развивать мысль о значении образования социалистической Европы социалистического блока его влияние на прогрессивное развитие там крах колониальной системы всего мира на завоевание рабочего класса в самих капиталистических странах я думаю что мы сегодня не будем особенно заниматься еще один довод который нужно уметь парировать и который мы уже разобрали в общем-то да это довод товарищей которые говорят что ну вы не совсем правильно говорите потому что вот смотрите в самом же определении Димитровском там подчеркнуто что это крайний шовинизм а сегодня смотрите это явление это вроде бы как нет однако мы с вами во-первых разбирали в прошлый раз что не каждый фашизм должен иметь вот именно такую характеристику и были случаи когда крайнего национализма и шовинизма в общем-то особо-то и не наблюдалось в той же Испании там или так но с другой стороны идя навстречу пожеланиям наших же критиков мы говорим вы же сами призываете творчески подойти к делу вы же сами призываете посмотреть какое развитие получила империалистическая так сказать система и ее теоретическая мысль что такое шовинизм это идеи превосходства и господства одних так сказать наций и групп людей над другими так сказать избранные и отребия так сказать там изгоя чего-то сегодняшние идеи значит Гитлера в виде антикоминтерновского факта и избранного народа они воплощаются в устах того же президента США значит особая миссия американской нации ответственность перед человечеством а с другой стороны наличие стран изгоев оси зла которую вывел в оборот еще Рейган и возможностью со своим чувством ответственности за судьбы мировой демократии вмешиваться и вершить расправы методами открытой террористической диктатуры там 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 Ливия Ирак так сказать там Украина носятся сегодня методы открытой диктатуры принимаются часто на довольно промежуточный период довольно короткий а затем снова пытаются одеть маску демократии вот поэтому значит еще раз мы говорим что наследие коминтерна выработки значит рецептов да или сначала в диагностике потом выработки рецептов оно бесценно и мы еще раз говорим что только стоя вот на научных позициях на этом можно действительно понять суть происходящих процессов ну и заканчивая конечно мы должны перейти с вами к вопросу мало что делать как вот как мы то что какие сегодня прежде всего должны дескать действия предпринимать и так далее ну первое то что должны делать коммунисты всегда это называть вещи своими именами то есть научный подход как бы то ни было конъюнктура там еще своими именами замечательная цитата была у Макса с Энгельсом нам нравится эта работа называть вещи своими именами вот нам с вами тоже эта работа нравится так значит второе значит что мы или вот и здесь же надо ответить вот традиционная такая критика идет особенно на международных форумах или со стороны вот этих наших так называемых больших партий что вот мы же вас не критикуем мы же вас не критикуем вы бы свою критику вот если бы вы эту большую направили бы на так сказать буржуазный режим на Путина на правительство и так далее вот здесь это самое просто требуется остановиться и сказать что вот точь-в-точь такие аргументы только фамилии другие присутствовали и прочее раздавались в адрес движения коммунистической инициативы когда мы выступали против Горбачева на 28 съезде партии и так далее вы бы против Ельцина выступали ну что вы против Михаила Сергеевич это вы же КПСС под удар ставите и прочее вот аналогии не то что полные это вот Ленин говорил что бороться против империализма а фашизм это детище империализма не борясь против оппортунизма есть пустая живая фраза и как бы то они не обижались но опять же возвращаясь к Владимиру Ильичу что бывают моменты в истории когда нужно говорить неприятные вещи прямо и в лицо под угрозой того что от умолчания будет принесен гораздо более существенный может быть непоправимый вред общему движению поэтому вот отсюда вот этот вывод что называть вещи своими именами это относится и к тому чтобы называть позиции тех партий которые занимают не максистские позиции значит вредными называть их уже опасными и даже врагами рабочего класса и трудящихся потому что сегодня вот в силу развития значит технологий в том числе технологии обработки умов сегодня оппортунизм и ревизионизм стали не просто ну так как бы сказать случайными уклонами или ошибками честными ошибками ухода в сторону они стали сейчас управляемым оружием в руках буржуазии в борьбе против трудящихся вот это надо себе четко понимать значит разъяснять суть происходящего нашей задачи в том числе показывать в этой системе такие вещи как роль мелкой буржуазии с ее колебаниями которая очень часто становится массовой опорой для фашизма в силу своего двойственного положения так значит показывать как мы уже говорили что бласовцы и бандеровцы родные братья и союзники в этой борьбе значит особенно важно показывать что империалисты друг с другом договорятся что они сегодня ведут торги вот сегодня я говорил наши товарищи на Украине приедут там же вещи война идет фашизды так сказать а шахты те которые работают уголек отправляют туда конечно идет а расплачивается это гривны а собственность капиталистов и там и там вот а как выбором выборы проводят а коммунистов не допускают отсечь от них ну и так далее ну и конечно значит один из главных выводов это точно так же как у Владимира Ильича после краха второго интернационала это наводить порядок в коммунистическом движении и стараться сколотить действительно марксистское ортодоксальное пролетарское ядро это сложно сложнее может быть чем у Владимира Ильичу потому что тогда в России социализм победил они были на подъеме с опорой так сказать на победившую советскую власть создавался Коминтерн и на восходе сегодня нету такой силы власти есть те кто себя коммунистом называет коммунистической силы которая бы за это взялась нету надежды там на Китай или кого-то еще они как мы понимаем плохие поэтому значит мы за нас никто это не сделает эту работу мы будем делать как говорил Владимир Ильич когда она закончится победой будет ли революция это мы наверняка сказать не можем но то что наша работа не пропадет ни при каких обстоятельствах вот это точно с этим будем дальше двигаться так спасибо за внимание будем можно да началось вот сегодняшний 20 века но он отличается от например таких жесток как древности средневековья тут ничем только оружие было сейчас мощнее а то же самое классы всегда вспомните Тимура горы черепов но чем это отличает от осленцева то же самое нет Тарис значит Тимур который горы черепов городил он между прочим не руководствовался Тимур теориями что он весь несет всему миру демократию так сказать права человека и прочее но исходя из того чем отличается мы к этому из всего определения подходили что все жестокости которые творились до того и там накол сажали и погромы были и прочее прочее и так далее они не были фашизмом потому что не управлялись той силой которая сегодня управляет огромными человеческими массами в масштабах многих государств которые называются капитал и наиболее его реакционная часть финансовый капитал значит и так далее но деньги всегда были которые деньги во первых деньги не всегда были с точки зрения того что это самое и тогда люди были о двух ногах и сегодня остались в этом вы правы тут разницы больше нет а с чем вы связываете такую позицию в гадалевых как у нас в стране так и за рубежом которые отрицают понятие фашизма научное пытаются значит я думаю что здесь два фактора таких есть первый фактор это как бы ну честные заблуждения когда люди не обладают глубокими знаниями а ограничивают всю свою деятельность так называемым активизмом вот особенно пока душа молодая да значит они все выступают против все выходят на демонстрации все выходят сотни тысяч на улицах там Парижа Афин Берлина все окупают центр все и так далее потом проходит время и смотришь сидят в этих правительствах социалисты зеленые радикалы троцкисты бывшие прочее прочее то есть если нет четкой системы координат то чувства они имеют свойство приводиться к так называемому здравому смыслу то есть предрассудку своего времени вот это первое и к этой кокорде относятся очень многие наши левоки особенно анархисты вот и прочее а здесь вторая составляющая которая как бы она прикрывается такой как бы уже идеологической штуковиной типа мы левые в европейском понимании этого слова да это те левые которые уже сели на гранты это те левые которые видят себя левыми в буржуазных системах это те левые как бы хорошо выразился я мне лично объяснял говорухин Станислав он говорит а что вы думаете чтобы народ защищать надо получать хорошую зарплату вот он за хорошую зарплату сидит в доме защищает народ и друг другом делятся как я его урезал от микрофона вот вот оно о чем речь идет ну и главное конечно это неверие непонимание неверие в силу рабочего класса видео видео если ты в борьбе не участвует с твоей кухни давай скажем давай так вот газеты раздают перед вопрос почему работе вы давали вопрос вам ответили следующий выступление трагида я уже забуду так вопрос извините я хотел такой вопрос задать вот Путин когда выступал 18 августа не августа а апреля сказал что его Обама спасет если он будет тонуть а вот если сбежит Путин с этим как со своим правительством за границу есть ли такие силы которые патриотические могут взять я думаю что давайте это самое не будем мечтать потому что до того момента пока ситуация у нас будет таковой чтобы Путин бежал еще очень далеко исходя из того что наши с вами силы пока слабоваты понимаешь вот от других он не побежит от других я вас уверяю что даже если тот же кто там у нас суперлиберал революционер Навальный придет к власти то у него первым указом так же как у Ельцина будет это индульгенция Путину так сказать и неприкосновенность чтобы он тут и так далее а бежать и Путин и весь кооператив озеро или что-то они могут если действительно будет рабочая власть но для этого еще надо трудно сказать может быть при нашей жизни даже и не быть может но мечтать не вредно между прочим у меня вопрос следующий вот как известно шовинизм это идея превосходства одной нации над всеми остальными нациями то есть идея мирового господства так называемые богоизбранные расы над всем остальным человечеством считается что эту идею придумал Гитлер а сейчас реализует ее Обама ну перед ним и Буш оба Буша Клинтон но ведь что любопытно вот эта шовинистическая идея богоизбранности одной единственной расы она ведь фактически появилась еще в христианской Библии вопрос следующий значит понятно что фашизм это террористическая диктатура финансового капитала но ведь идеология этого шовинистического она ведь финансового капитала все это тесно совмещено с религиозным мракобесием получается что враг трудящихся не только финансовый капитал но и религия религиозным да именно поп церковная ересь что стоп давайте мы все таки о расовом превосходстве и прочее прочее мы с вами говорили что сегодня трансформируется империализм и соответственно его идеологи становятся хитрее используют соответствующие технологии и поэтому сегодня те с нашей точки зрения довольно примитивные идеи гитлера они преподносятся в более изощренном современном оккультуренном целевизованном виде обама сразу с точки зрения расовой принадлежности вот он образец демократии потомок так сказать завезенных рабов поднялся до руководителя крупнейшей и сильнейшей империалистической державы мира а с точки зрения идеологии он идеологию превосходства американской нации над всем миром понимаешь которые вот оно о чем одна идеология превосходства идеология деления на первый второй сорт верхи низы элита и отбросы остатки и так далее с точки зрения религии значит отдельное у нас занятие будет где можете все свое красноречие проявить но то что религия играет реакционную роль в сегодняшнем развитии события это несомненно тут достаточно на вопросах переходим давайте не по теме по теме потому что желан хочет перейти на артуроксальные фундаментаристские классические позиции которые значит я имею вы это самое я знаю 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 с инограммом этих самых ученых которые хорошо значит я думаю что те из нас кто смотрит газету правда например они понимают о чем спросил товарищ КПРФ предстоит пленум в октябре месяце по вопросу работа партии с рабочим классом и поэтому вся правда сейчас каждый номер напичканный значит материалами по рабочему движению в том числе неплохими материалами особенно когда вспоминают историю цитат ленина там можно насчитать почти как у Михаила Васильевича главное в ленинизме но в чем отличие это идут Владимир Ленин раньше говорил что надо смотреть не только на программы партии не только на их слова и лозунги а на практическую политику что они делают а с точки зрения практической политики значит был такой маленький интересный эпизод в политической жизни Михаила Сергеевича Горбачева когда его в 1990 году председатель всемирного еврейского конгресса в беседе спросил Михаил Сергеевич вы не притормаживаете ли перестройку значит не идет ли у вас реакция смотрите у вас какие тут высказывания начались тут Нина Андреева выступает движение коммунистической инициативы недовольства еще кто-то закон на что Горбачев отвечал что в этом вопросе вы должны довериться мне руль у нас и направление оно в правильном положении находится а уж в какой позиции у меня рычаг скоростей это зависит от сегодняшней ситуации когда надо было Горбачев добавлял риторики коммунистической революционной фразы и прочее прочее он мне вот мне лично мне клялся что он до последнего останется коммунистом Горбачев 4 апреля 1990 года это было на встрече при подготовке съезда тогда коммунистов России который перерос в партию поэтому и здесь так же когда необходимо когда это самое Зюганов добавляет всяко преф добавляет риторики фразеологии значит клянется партбилет номер один Владимир Ильич и прочее прочее а на самом деле он смотрите выборы только что прошли упустили возможность консолидации всего общества единства на выборах нашему губернатору здесь помогли впрямую в Орле их кандидатов губернаторы при поддержке единой России провели в внученок он на выборах и вообще 5 провели 5 депутатов Московской городской думы кричат что это победа это победа ура однако в 4 из 5 округов не было кандидатов от единой России в округе самого внука Жуганова сняли двух человек сняли с выборов просто единая Россия для того чтобы расчистить путь во всех остальных округах в 40 округах были единороссы в этих не было как так вот о чем речь сейчас поэтому слова словами конечно последний вопрос у вас вы говорите рабочий класс рабочий класс а тем не менее этот рабочий класс несколько человек собирается завтра меня связать и заклеить рот скотчем за коммунистическую пропаганду агитацию как вы это считаете я считаю первое что надо вам помочь первое надо вам помочь второе прежде всего вам надо помочь чтобы вы пропаганду агитацию вели умело чтобы они не в эту сторону вас связать и заклеить а наоборот прислушаться и чтобы не 5 человек а 20 к вам уже пришло слушать что там он сам говорит как в какую сторону ну а третье вы что считаете они узнают все от единой России значит рабочих партий состоят в этой что-то а они голосуют за единую это другой вопрос ну а думать что думать что сам по себе рабочий класс вдруг займет передовые позиции и так сказать нас на руках куда-то понесет ну наем ну работать будем с тем который есть потому что его прогрессивная роль она объясняется что ли выводится не из того что он сейчас сам о себе думает или что у него в голове там слушая нашего агитатора не обязательно самого так сказать дельного а тем какое положение он в обществе занимает объективно в системе значит общественного производства а положение у него такое что его не улучшит никто кроме его собственной борьбы вот тут такое но не будет бороться значнее ничего не будет будет состояние в лучшем случае сытого быдло бытили сейчас я очень люблю вот эту цитату она мне как бы сказать не сразу досталось я ее где-то может быть уже политикой долго занимался и потом у Владимира Ильича в самом первом томе что пробудить человека в коняги есть задача столь огромной исторической важности что перед ней законны все жертвы вот в рабочей лошади в коняги человека пробудить чтобы он за свое достоинство обрался эта мысль на иностранный язык очень тяжело переводить я как-то на международной встрече эту цитату так сказать сказал люди кивали переводчик перевел аплодировали и так далее а потом подходит мужик который на русском говорит так же как я абсолютно болгарь у нас учился защищался женился и он ко мне подходит и говорит Виктор а что такое в коняги это в конюшне что ли или где знаешь это вот сложная задача объяснить что борьба за человека идет за то чтобы себя человеком почувствовать и за это бороться за собственно достоинство все переходим поступлением тоже пожалуйста пожалуйста во-первых я как это надо принести из венери и попов жарь его сегодня нет недавно недавно книжка у меня давно маршируем современность 11 выпуск я с вами глазам не поверил как вы признаете ошибку Сталина и очень серьезно страниц 35 оказывается переход к выборам по территориальному призвуку был со стороны Сталина ошибкой благодаря этому советов трудящихся не стало понимаете я понимаю это получается самый главный коммунизм про который так часто писали что он предвидел предвеседил воплотил допустил вот такую серьезную ошибку по теме можете сказать по теме сегодняшнего занятия по теме ну что я пиши о чем я говорю договорите ну что такое перебил по какой теме надо какая сегодня тема а вы знаете какая тема занятия я сюда про фашизм что ли давайте договорим я про фашизм меня перебили кстати насчет фашизма шовинизма товарищ шовинизм был когда наполеон этот термин шовами древние римы не с вами считали самой высшей монголы когда-то себя считали вы закончите пожалуйста мысль давайте если вот такое ваш Салин который в превосходных степенях оценить так серьезно ошибся что не стало советской власти может все-таки и другие классики ошибались а вот Горбачев кстати хотел советы возродить СТК придумал но они не утвердились администратор сказал рабочим чем знай свое место рабочие разбежались а у нас директор пришел ну хорошо как вы хотите руководить он к рабочим ну как вы хотите вы пойдете заказы брать вы будете считать что надо делать как это все у вас же образования нет вы в школе учились через пень колоды директор говорит неправильно в этом отношении он говорит и рабочие не смогут руководить диктатуру устанавливают из них получат в лучшем случае шариковые швондеры хорошо записал минуточку мы все из того социализма вышли мы даже никогда не были при этих советах вы тоже я думаю после 36 года родились после ну вот не было значит ну хорошо так еще кто выступит вы прокомментирует я же буду заключить на столе прокомментирует значит товарищи во первых фашизм это не ругательство а это научный террор значит о и черепов очень много может быть в самых разных ситуациях это и диктатура может быть самых разнообразных сил и может даже и без диктатуры вот скажем по Новороссии еще я вот ни с кем не общался непосредственно оттуда вот в Приднестровье в 92 году там вот ходили банды по хуторам и на территории Макдавии на территории Приднестровья и вырезали хутора и очень жестоко женщин насировали при этом и всех на этих хуторах убивали все ценное забирали и уходили но это вообще не диктатура никакая это вот анархия вольница гуляй поле сопутствующая всякого рода потрясением социальным и поэтому вот фашизм это именно порождение финансового капитала и здесь вот как мне видится вот под разговор о том что в России может быть фашизм о российском империализме и так далее вот товарищи которые это говорят они не понимают такой вещи мы коммунисты часто называем капиталистов там грабителями эксплуататорами кровососами и так далее это в общем-то с одной стороны правильно но капиталистическое производство по самой своей сути оно содержит как рабочий крас так и капиталистов как два момента без каждого из которых это капиталистическое производство существовать не может и вот товарищ здесь только что очень правильно так сказать в общем-то сказать что директор их вызов а как вы-то без меня я-то без вас конечно тоже ничего не смогу ну а вы-то как без меня Вот, это вопрос очень непростой на самом деле И капиталисты, которые не дурные капиталисты, а которые отвечают своему наименованию капиталиста Они, конечно же, о производстве заботятся и производство развивают Вот скажем, Генри Форд, когда он с кем-то из фирм заключал поставщикам комплектующих Значит, говорил, вот нам надо вот такие-то комплектующие такого-то качества по такой-то цене И еще, кстати, он требовал, что при этом мы своим рабочим платили не ниже, чем у нас Вот у него такое было требование к своим субподрядчикам Те говорили, ну это ж невозможно, по такой низкой цене поставлять такую качественную продукцию Еще рабочим столько платили Вот Форд посылал к ним туда своих специалистов, своих инженеров Они организовывали производство, нараживали, делали, поставили Что-то оказывалось возможным так вот делать И Форд, вот он был истинным капиталистом, и он был очень опасным нашим противником Несмотря на то, что он восторгался, что в Советском Союзе, с энтузиазмом Миллионы юношей и девушек, он вот был у нас в стране, когда мы забот его покупали Вот, но тем не менее, он был личным другом Гитлера И медали в мир нацистскую, или орден, там что-то такое ему вручали Вот, это вот был истинным капиталистом И очень опасным капиталистом, очень опасным нашим противником Вот нынешние российские капиталисты, у Гигеля вот есть такое понятие дурной Это тот, кто не отвечает своему понятию Нынешние российские капиталисты в массе своей, обродевшие крупными нашими заводами Тем, кому будут быть монополистами всякого рода Они это производство не развивают, они его в массе своей проедают Вы можете сказать, что есть там примеры Дерипаска, которая играет в металлургических заводах Все-таки там металлургия, там она, определенное развитие там есть Есть там Лисин всего с Новолипецким металлургическим кабинетом и портами Есть там Прохоров с этим, как его, норильским никелем Там идет определенное развитие, туда вкладываются средства, оборудование закупается А ну это все, во-первых, сам этот характер металлургии Которая, кстати, в силу неразвитости нашей промышленности обрабатывающей Львиную долю идет на экспорт И оборудование все импортное Оно, в общем-то, делает всех этих Дерипасок, Лисиных, Прохоровых, нероссийскими капиталистами А фактически это некая такая придаток мирового капитала Американского, в первую очередь, капитализма И то же самое наш финансовый капитал Наши банки, давая кредиты промышленности под грабительские проценты Которые не способствуют росту промышленности, а способствуют ликвидации промышленности Они не могут играть роль того финансового капитала Который, владев промышленностью, набрав силу Именно вот парадир фашизм Вот это вот очень существенный момент Что у нас в стране, собственно говоря Нет истинного вот этого развивающего капитала И нет финансового капитала как такового Потому что наши банки не являются банками в наушнице этого слова Они финансируют кого? Они финансируют частных лиц, потребительские кредиты всякого рода Они финансируют ипотеку Они промышленность, они не финансируют Если я не прав, пусть более компетентные товарищи меня поправят Вот, поэтому это вот тоже очень существенный момент Что поэтому российского капитала быть не может Ну а откуда в левых такая вот позиция у многих? Назначение левых Ну Михаил Васильевич в своем выступлении Ленинской конференции в Разливе Статьи вывешены, соответственно, на сайте На многих сайтах Он там раскрыл понятие вообще Что отвечает понятию левой И, в общем-то, здесь коротко в двух словах Левый это тот, кто соединяет научный социализм с рабочим движением Очень многие наши левые Они этому понятию не отвечают Они вот именно активисты Активизмы, активизмом больных Как вот Игорь Аркадьевич нехорошо выразился А к рабочему движению, к научному социализму Они отношения не имеют Отсюда их это право не в терминах И стремление притулиться к тем, кто дает гранты какие-то Надеюсь, там вот скинуть Путина От каких-то там сил сбоку и так далее Вот, ну и последнее, что я хотел сказать Значит, вот раз Два, люди с заводов, значит Вот я прямо хочу сказать Что вот я готов встретиться с вашими коллегами И те, которые там вас повесить хотят И что там они хотят с вами сделать Да, рот скотчем заклеить А, рот скотчем заклеить Вот я готов так сказать при этом присутствовать И объяснить им, что они не правы И у вас аналогично, значит Когда у вас цехком будет? Да Да, когда цехком у вас будет? Цехком Да Когда? Сейчас скажу, цехком Вы опять нас сокращали, наверное, большое сокращение И что там выступите? Я спрашиваю, когда цехком? А не то, что вас сокращают и вас размножают Ну, цехком надо завод пройти сначала Ну, так вот, собираете цехком, значит У вас координаты мои есть, по-моему Давал я вам Ну, возьмете сейчас Я помню, что фамилия Да, вы играете сейчас, поговорим после этого Значит, на этой оптимистичной ноте я заканчиваю Прошу прощения, что так долго И спасибо Виктору Аркадьевичу за замечательную лекцию Давайте последнее выступление Ну, вот тут Иван Михайлович говорил о том Что в России нет условий для создания фашизма Поскольку якобы нет финансового капитала Позволю себе не согласиться с этими высказываниями Дело в том, что финансовый капитал Только по сути воровской финансовый капитал в России есть И банда Ельцина, которая этот капитал воровской финансовый в своих руках держит Фашизм, пусть не такой, как в Америке, но в России он все же в небольших количествах существует Расстрел защитников Верховного Совета в октябре 93-го года И вся эта единороссовская комарилия чиновников Они хоть и скрывают, что они по сути фашисты, но они власовцы Власовцы те же фашисты Так что воровской капитал Который по сути от финансового, банковского не отличается Он и есть капитал Фашизм в России в ограниченном количестве Все-таки давно уже создан Всем за внимание спасибо Я бы еще раз отметил, что очень важно в наших занятиях непрерывность функции и последовательность Думать, что мы на одном занятии все разберем, все точки над «и» расставим, все доспорим Это наивно Поэтому, значит, аргументы оттачиваются, понимание приходит Обязательно постараемся мы договориться, чтобы люди, которые побывали на Украине Если сами не увидели, не почувствовали, в боях не поучаствовали То хотя бы с теми пообщались и поговорили, кто сегодня знает, что такое живой фашизм Вот это первое Второе Я бы не одобрял Уже несколько раз, мы, так сказать, на нескольких занятиях Начинаем зацикливаться в одной теме Вот тут это самое Достаточный в России финансовый капитал, недостаточный финансовый капитал Так ли это важно, не так ли это важно Это действительно вопрос, ну как бы сказать, еще и будущих споров, да? И есть разные точки зрения на этом Но я бы хотел сказать, что, и это в нашей статье, кстати, отмеченной, которую мы вместе готовили Что очень важно уметь отличать фашизм как проявление идеологии и фашизм как политическую практику Кстати, в докладе у Димитрова там сказано, что фашизм у власти это То есть он уже характеризовал тот фашизм, который к власти пришел И тогда там эта связка с финансовым капиталом несомненно и прочее А вот элементы фашизма как проявление идеологии Вот это, это почва, которая готовится Это то, что готово реализоваться при удобных условиях, как то было в 93-м году Оно, несомненно, в России присутствует И в виде власовцев, и в виде символики, и в виде отмены праздников И в виде антикоммунизма, антисоветизма И так далее, и в виде торгов, которые они ведут, так сказать, там и становятся И мощности российский империализм набирает, набирает, несомненно И он и так не самый слабый в мире, кстати Теперь еще вот по отношению к тому, как у нас, ну почти на каждом занятии Товарищи, значит, поднимают вопрос Значит, а что у нас рабочий класс, я сам завода вот это видел, а я там, ну и так далее, и тому подобное Значит, я это понимаю и глубоко переживаю, как человек, который сам на заводе вырос И представляю, что это такое И, значит, зенкер от развертки отличить могу Значит, тут очень важно понять, что вот наши занятия, они хоть и носят такой глубокой, теоретический, что ли, характер Но, по большому счету, мы с вами разбираем, ведь, отношения между людьми в обществе Вот, что мы понимаем И, значит, на самых первых где-то занятиях Надо, мы проходили, и еще не грех в многом вернуться Для того, чтобы оторваться вот совсем от сегодняшнего дня И посмотреть на историю, на жизнь пошире и поглубже Ну, люди жили при любом строе Был рабовладельческий, была демократия, были, значит, владельцы, были рабы там Какое-то самое И тут существование какое-то влачили Ну, был феодальный строй Тоже были бары, или у нас бары, так сказать И продавали, торговали на щенков умения людей, крестьян и прочее, прочее Сейчас другой строй Можно такую позицию занимать Так тогда нахрена ты сюда ходишь? Не надо А здесь собрались люди, которые говорят Слушай, в нашем цеху и тоже люди И в трамваях тоже люди ездят Не только в мерседесах И у этих людей, между прочим, значит, тоже есть И голова, и чувства, и мысли, и достоинства А на вопрос, кто-то может управлять, что вы сделаете Денушка Ленин говорил Мы не утописты И мы отлично понимаем, что каждый чернорабочий И каждая кухарка не могут завтра же приступить к управлению государством И в этом мы согласны и с меньшевиками, и с Рители, и с Бережковской, и с кадетами Но мы от этих господ отличаемся тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком Что участвовать в управлении государством могут только богатые или из богатых семей взятые чиновники Мы за то, чтобы к делу управления государством привлекать поголовно всю бедноту Весь рабочий класс революционных наших солдатов и матросов Сразу нет Но формы этого управления Вот решать вопрос жизни Надо землю продавать или не надо Вот нет у тебя таких сложных знаний Не знаешь ты, что такое земля и земельная рента Что такое рента третьего рода Что такое там реновация этой земли Что ты не знаешь И тебе будут рассказывать и запудривать И вот такие кипы бумаги дадут Что голова закружится Но решить простой вопрос и высказать свою позицию Может быть земля предметом купли-продажи товаров Или то, что, так сказать, от природы Или от бога, как там некоторые любят говорить Дано принадлежит всему человечеству И тем, которые ушли И те, которые будут еще через сто лет после нас Вот в этом не хуже разберемся мы с тобой Чем академики или эти самые Вот в этом суть управления Как будем строить жизнь Надо делить людей на сорта Первый, второй, господ и слуг Или не надо Тот, который родится через 10 лет Должен он обладать таким же доступом к знаниям Как тот, у кого папа миллиарды наворовал Вот в каких вопросах и как Что должно управление строить А с точки зрения ошибок Сталина там Есть такие люди на земле Которые никогда не ошибались никуда Они ошибки в основе Да не в основе Советской власти не в основе Совета трудящей не стало Мы пишем Попов и Тюлькин писали на эту тему И говорим Что надо отличать ошибки предательства и ренегатства От ошибок борьбы Вот тот, кто борется Любая война, понимаешь, идет Там ошибок черти сколько Владимир Ильич о своих ошибках писал Сначала он так горячо агитировал Чтобы не участвовать в выборах во вторую думу Да какая это демократия Это насмешка над народовластьем Это царский предаток Холустующее там это самое Комарилия будет сидеть А потом пишет Вообще-то мы ошиблись Там Это была маленькая ошибка А в третьей уже побольше ошибки Надо было тогда участвовать и идти И не только в этом вопросе говорили Поэтому мы с Сталин Подошли к периоду Никогда еще эту власть не строили Никогда еще не Не знали как дальше будет Успехи были налицо Мощь росла Антагонистические классы Подавили крупных помещиков Собственных и так далее Кто замаскировался Кто прыгнулся Кто куда ушло Общество было более-менее однородным Решили давай Перейдем на систему по территориям Она и по управляемости И прочее было При том Что перешли Сохранялись элементы Партия руководящая И состав партии И знания были несколько другие Чем при Горбачеве Выдвигались трудовыми коллективами Все депутаты и прочие дела вели Собственность была общественная На все дела Эти самые Поэтому Тогда это Не сказывалось таким образом Болезненно И Плюсы в этом были Всех в избирательных правах Уравняли И рабочие и крестьяне Равный голос получили Не было того Что Рабочие больше тогда имели А когда Ситуация изменилась Таким образом Что контрреволюционные силы Сначала в партии Победили В партии Понимаешь И Тогда вот Эта почва Позволила И Здесь ситуацию Перевел И ты говоришь Вот СТК Горбачев СТК Вел Они ничего Сделать Не могли Они не могли Потому что В масштабе Всего государства Эти СТК Направили на рынок На торговлю На кооперативы И сидел Вот мой СТК На моем заводе Так сказать А рядом Букет кооперативов Которые Так сказать Из заводского кармана Можно сказать Деньги себе Перегребали От всего Были освобождены И туда Кадры текли Уходили И рабочий класс Первый это почувствовал Когда на 28 съезде Синограммы Посмотрите Они есть Докладывал Председатель Секретаря Ташетинев Кстати был у нас Этот самый С Кировского завода Секретарь За год На Элмазе Там 700 человек Испортирующих На Кировском 900 Там Свернуло Там 250 Вот Рабочий класс Первый Отвернулся От этого Дела И Чего-то Стал понимать Поэтому Из тех ошибок Главное Выводы Делать Главное Соображать А как нам Их не допустить А как сделать Так Чтобы Строим Ведь то Что Впервые А вообще Без класса Общество Построить Можно Или нельзя Может Вот он Ошибся Прежде всего Мы считаем Что можно Поэтому За это Дело Борется А вот Дайте Три слова Сказать У меня Три слова Закончили Уже В лирам Стоп У меня Есть Очень Ну Не друг Что ли А Хорошая Знакомая В Греции Она Дочь Очень Состоятельных Вернее Правильно Сказать Выходец Из Очень Состоятельной Семьи Сам Панечка Безализм Это Семья Там Папа Был Министром Брат Министр Она Советник Министр Сама Врач Анестезиолог Очень Классный И прочее Прочее Сама Владеет Очень Приличной Собственность Приезжала К нам Сюда В Ленинград Вот Она Говорит Проще И понятнее Она Говорит Слушай Виктор Я Понимаю Что Вы Правы Вот Теоретически Вы Правы Будущее За Вами Но Ведь Когда Вы Это Сделаете Это Не Сам Это Жене Не Известно А Я Хочу Чтобы У Мой Сын Моя Дальше Дочь Они Жили Нормально Поэтому Давай Вот Так И Вот Эти Соображения Они К сожалению Многих Революционеров Сгубили Сам Боевой Штык Вместе С Буденным Где -то Воевал Смотришь А Сынок Уже Гайдар Да А Внучок Уже Плохиш Вот Оно Когда Самое Как У Маяковского Шел И Верхом Шел Я Низу Строил Мост Социализм Не Достроил А Устал И Уселся У моста Травка Выросла У моста По мосту Идет Речка Мы Желаем Очень Просто Отдохнуть У этой Речки Вот Понимаешь Ну Чем Можем Мне Сказать Нет Уже Задерж Не Остались И Скажи Мне Объяв Спасибо Можем 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 Продолжение следует...